Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и сегодня у нас идет уже обзор фракционных кораблей. Да, я сделал обзор на фрегаты, эсминцы, крейсеры, линейные крейсеры, линкоры и их подклассы во всех четырех расах. Грубо говоря, поверхностно поговорили, что, как, почему, зачем и для чего, и все в этом роде. И мы начинаем серию обзора фракционных кораблей. Ну что ж, друзья, с вас лайк, подписочка, с меня контент. Поехали! Немножечко водной информации, друзья. У нас представлено целых 10 фракций, не считая раз. Собственно, Интербас, Легион Морду, Систер Софиев, Блудрейдеры, Оры, Нация Санши, Пираты Гуристас, Корпорация Серпентис, Ангел Картель и Янгл Джунг. И давайте-ка начнем. Да. А начать я решил с Легионом Морду. Легион Морду, это, как они пишут, отлично приспособленное ведение ракетного огня, защита обеспечивается скоростью и щитами. Хорошо, давайте-ка посмотрим на их характеристики. Представлено лишь 3 корабля. Это фрегат, крейсер и линкор, собственно. Так, время полета ракет-торпед минус 50%, но скорость их выше. Хм, что это означает? Это означает то, что у нас маленький дебаф и хороший баф. Но у нас есть эффективность варп глушителя плюс 1 и это бонус самой специализации, что означает, что эти ребята у нас сделаны исключительно, ну не то чтобы исключительно, ладно, не исключительно, а для ПВП. То есть берете такой, ставите ему скребок, ну на варп помехи и у вас дополнительный, так сказать, дополнительная эффективность варп глушителя. Плюсуется к этому модулю. Это хорошо, это хорошо. Плюс мы работаем с ракетами, а там этот парень у нас работает на расстоянии до 20 км, если не ошибаюсь, я про модуль, который не дает кораблям прыгать. В принципе, хорошо. Дальше что? А дальше у нас за навык обращения с малыми ракетами-торпедами, продвинутый, правда, дается бонус урона от малых ракет-торпед и скорость взрыва малых ракет-торпед. Вот это, кстати, очень хороший бонус, который позволяет наносить более высокий урон быстро летящим целям, потому что скорость распространения взрыва влияет на, так сказать, прямой урон, который наносит цель. В зависимости от ее скорости. Чем скорость цели выше, тем урон меньше. А тут у нас еще бонус на скорость взрыва, учитывая, что это у нас фрегат, это очень-очень хорошо. Так, и дальше управление фрегатом продвинутый. Оптимальная дальность варп глушителя и оптимальная дальность варп подавителя. Что это означает? Мы можем работать дольше. Если, допустим, будет в пятерку продвинутый, то 50% бонуса. Если не ошибаюсь, там 20 или 21-22 км, грубо говоря, в зависимости от уровня модуля. И к этому прибавляется еще половина, то есть тридцатка. Мы можем хорошо вести бой на нормальной дальности, при этом еще накидывая ему как следует. Ну, далее тут общая защита 3 900. Ну, не так, что и много. Скорость полета, правда, высокая. Скорость варпрыжки, опять-таки, высокая. Мощность реактора, накопитель, объем грузового отсека. Он маленький, но это фрегат. И стоит это за разы 383 миллиона. Но это пока что, естественно, такого не будет. Предописание, ну, не знаю. Читать, не читать, нет, вряд ли будет читать. По оснащению у нас 3 пипки на оружие, 3 пипки на подлости. Серии варп подавитель, варп гушитель. Ну, другое тут вряд ли будете ставить, потому что большая дальность применения данных модулей. И подлетать близко, чтобы поставить сетку или же вампирскую откачку, вы вряд ли будете. Ну, и 3 под танк и ДПС, это мало, но не забываем, ребят, это у нас в фрегат. Далее у нас идет крейсер. Крейсер Ортус. Время полета ракет-торпед все то же самое, плюс 200% скорость торпед. Кстати, какой навык? А, это бонус специализации. А вот обращение со средними ракетами-торпедами, а там с малыми. Урон средних ракет-торпед, скорость изрыва средних ракет-торпед. И вот плюс 5%, то есть, ну, грубо говоря, если так посмотреть далеко вперед, плюс 25% к скорости распространения взрыва, на этом корабле смотрится гораздо лучше. Не нажали на фрегате. На фрегате у нас и так ракеты, которые имеют высокую скорость взрыва. А на средних уже с этим есть некоторые проблемы при работе по мелким целям. И здесь этот навык великолепно. Точнее, навык, извините, бонус работает великолепно. Далее все то же самое. Но, естественно, ребят, он жирнее. Тут 19 тысяч, ну, это песец вообще. Объем грузового отсека 760. Мало у меня на каркале вроде больше. Давайте-ка посмотрим подробно, что у нас по счету. Характеристики оснастки. Заходим, смотрим. Ага. Щиты 6617. Не то чтобы много, но и немало. Но не забывайте, мы можем использовать одного дрона. Окей, ладно, пусть будет. Шесть пипок на ракеты. Это дохрена. Четыре пипки на всякие поганости, подлости. И четыре пипки на танк. Мало, маловато для фракционника, но все же это позволит вам танкануть. Не забывайте то, что вы летаете на большой скорости, на большом расстоянии. И по вам, скорее всего, будет проходить малый урон, если вы в сборку поставите ракетный ускоритель. Но микроварп не рекомендую. У вас большая сигнатура, будет по вам быть легче попасть. Лучше просто форсажный ускоритель или вообще без него. Ну и 3-3 для тюнинг модулей, собственно. По броне, ну нет, этот парень у нас щитовой и работает с щитами. Ну, собственно, переходим уже тогда к линкору. А линкор этот хорош. Еще во времена того, как я играл в обычную Яву, ребята строили на нем хорошие снайперские фиты. Тут такое, конечно, не получится. Тут немножко другая механика, но все же. Те же самые бонусы специализации, которые мы уже видели. Эффективность варбушителя просто великолепна. Так, урон больших ракет-торпед, скорость, кстати, почему 10%? Там вроде было 5. Да-да-да, тут было 5, а тут на 100% повышается урон. И это за 1 уровень навыка. То есть мы получаем полтос. Полтос сверху. Неплохо, неплохо. Я так и не понял, когда я записывал гайд. Ой, гайд, извините, пожалуйста, обзоры. Я так и не понял, влияет ли этот навык на скорострельные тяжелые ракеты, которые ставятся на линкор. Если работает, то вообще шикарно. Скорость взрыва больших ракет-торпед, опять-таки, это критично в плане ракет при работе по маленьким целям, фрегатам и сминцам. Потому что, ну, не весь урон проходит от одного залпа на дальнобойных ракетах. Ну, это кирдык. Оптимальная дальность варбушителя тоже самая. Дальность варбушителя. Ну, это все понятно. Это ясно. Две пипки для дронов. Это очень хорошо. Восемь пипок для ракет. То есть, представьте, такую восьмипипочную хреновину с, скажем, дальнобойными ракетами. Это круто. Но я бы тут, конечно, использовал скорострельные тяжелые ракеты. По причине того, что дальность подавителя варпа немножко ограничена. Пусть даже у нас есть и очень хорошие бонусы. Сюда бы я поставил, естественно, их. И, скажем, ну, либо на дрон, либо нужно думать. Вряд ли что-то из серии РЕБ какого-либо. Потому что у нас очень хороший бонус в перспективе. Даже не знаю. Ну, в плане танка, понятно, пятерок. Но пятерек это мало. А пятерек реально мало. Сейчас объясню, почему. Пятерек для танка это вообще для линкора. Тем более, совсем нихрена. Сейчас, где ты мой? О, шестерек. Ну, понимаете? Ну, как бы... Почему так мало? Шестерек, опять-таки, уроков вроде побольше. У кого-то вроде была девятка или семерка. Я вот не помню, честно, у кого, друзья. Сейчас я посмотрю. Так, стихи сюда. Шестерек, да что ж такое? А где семерек? Семерек был здесь или... Да-да-да, семерек у нас. Ну, это отдельная история. Но все равно для линкора как-то маловато, как по мне. Ну что ж, давайте подводить итоги. Ну что, собственно, я могу сказать по кораблям Легиона Морду. Хорошие корабли, ракетное вооружение, танк с щитом, все дела. Но при этом маловато модулей для танка можно поставить. Но нищих солдов маловато, я бы сделал больше. Учитывая то, что они фракционники, то, что они дорогие, редкие и так далее. И эти ребята у нас под ПВП. А что-то другое, я их вообще не вижу. Ибо, ну, это дорого будет на этом фармить. ПВЕ-контент реально дороговато. Даже учитывая, ну вот, максимум, наверное, что с ними можно сделать. Это полететь в нули, в лоу. Вот это будет хорошая задача. Если вы хотите вступать в конфронтацию с другими игроками, отжимать у них лут. Либо же защищаться, когда за вами прилетят и захотят вас зажопить. Нежели вы свалите. А останетесь, будете биться и давать отпор. На этих кораблях вы это сможете сделать. Плюс у вас очень хорошие бонусы на варп-подавители. Ну, и дистратор, это всякая тема. Друзья, извините, то, что я не покупаю корабли. Не сделаю на них сборки. Ибо финансы не позволяют. Вы видели какие-то там ценники. Только начало игры. Мы делаем поверхностный обзор. И как будет какая-либо программа, которая будет позволять фитить корабли. Естественно, мы займемся этим. Я обожаю это дело. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. В описании под видео будет ссылочка на плейлист. Со всеми видео, которые я оценил для вас, мои дорогие капсулеры. По Ив Эхо. Также ссылочка на Инстаграм, группу ВК и Дискорд. Сервим сервер. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.